такая машина сделал как и сделал всем привет сегодня взглянем на лего джип врангер набор 42 122 я на самом деле очень сильно поменял мнение о этом малыше да набор 9 плюс да тут всего две шестеренки но он как-то стал мне милый спустя некоторое время история здесь такая я смотрел на коробку и мне в принципе этот набор нравился нравился как игрушка но посмотрев разные обзоры этот набор сильно захейтили да он не оправдал ожидания но в то же время он совершенно создан для другого как мне кажется эта модель чтобы с ней играть и играть с ней жестко ну а для вас чтобы сразу снять все сомнения если вы хотите нормальный джип то просто построите свой вот например джип ранглер от мадока очень классная модель я всем рекомендую иметь такой построить попробовать я на эту модель копил детали в течение двух лет и совершенно рад результату вот это вот джип малыш это мультяшный джип ну а что же сделал нам лего это вот этого малыша набор 9 плюс около 650 деталей не надо ожидать его от него много и собственно свое время этот набор я не купил однако с прошествием времени я решил из своих деталей построить этот набор у меня не было всех деталей оригинальных то есть вы можете видеть капот у меня не оригинальный здесь колеса не оригинальные но воссоздать общие черты этой модельками получилось да я его сделал и смотрелся он достаточно мультяшным тем не менее я решил его подержать у себя на полке и чем дольше я держал его на полке тем больше он мне начинал нравиться и начинал мне нравится именно своей игрой для взрослого продвинутого лего техник строителя он не представляет ничего особенного здесь две шестеренки все ни дифференциалов ничего там такого технического как лего техник тут нет это именно модель для вашего ребенка на коробке стоит 9 плюс но мне кажется он подойдет тем кому намного меньше лет давайте посмотрим детально на этот набор посмотрим как я собрал его какие детали я заменил джип ранглер в моей сборке то есть я старался максимально приблизиться к оригиналу но тем не менее что мы сразу видим отличает мою модель от оригинала это конечно колеса в оригинальном джипе колеса с такой елочкой причем я думал что они большего диаметра но на самом деле они 56 как и вот баллоны которые мы привыкли видеть в лего на на этой модели я решил поэкспериментировать и спереди у меня стоят баллоны 56 на 26 а вот сзади у меня баллоны от старой машинки 56 на 30 то есть задние баллоны у меня они чуть чуть пошире ну и запасное колесо у меня тоже 56 на 30 поэтому диаметр сохранился хотя вот то что я видел на картиночке оригинальные колеса с елочкой они кажутся чуть-чуть потолще другое изменение которое с которым я столкнулся такой вызов это радиаторная решетка как вы знаете в оригинале решетка сделана стикерами но естественно у меня стикеров нет поэтому я просто сделал чердование полос черных и желтых то есть такой получился пчела шмель также я поменял фары фары сделал как на оригинальном джипе от модоки вот такие потому что те фары которые шли в комплекте они они вот выглядели вот так вот сделаны вот такими деталями и с вот этими оригинальными фарами он смотрелся достаточно глупо и испуганно то есть мне кажется вот модифицированные фары намного лучше ну и плюс еще не заморачивался с лебедкой то есть вот место для лебедки есть то есть я не стал наматывать нитку другая разница которая наверно сразу вам бросается в глаза это капот да у меня не было оригинальных деталек для капота и капот я смастерил свой причем вот по бокам у меня черные тайлы без надписи рубикон конечно капот у меня открывается и закрывается вот таким вот щелчком да у него другая немножко форма отлично 3 от оригинальной но функционал сохранился ну может посмотрим на мост вот в мост гуляет вот так вот причем если мы делаем повороту вот он вот он так танцует поворот осуществляется спрятанное колесико вот одна из двух шестеренок спрятана в задней части и собственно вот так мы и поворачиваем достаточно интересно что у нас спрятана сзади они вынесены на крышу мне кажется играть удобней когда вот эта шестеренка для управления находится сзади то же самое мы видели в додже чаджере кажется вот эта вот идея достаточно хорошая сзади раз мы стали тут говорить есть вот такая сидушка спинка от сидушки но у меня не было одной детали потом там 3 на 7 собственно сама сидушка поэтому у меня вот это такая деталь которая превращает вопросов багажный отсек то есть на скорость как говорится это не влияет также через эту дырку видно как работают амортизаторы я их поставил мягенькие и поставил бирюзового до такого салатового цвета также я поэкспериментировал с задними фарами в оригинале стоял такой тайл два на два я решил сделать кругленькие повороты стоп-сигналы мне они как-то больше симпатичны но из тюнинга дисками видите серые я вот вставил такие вот желтые буши туда двери в модель открываются причем они открываются вот так вот на распашку никаких стопоров тут нет ну и ладно открывается открывается опять же для игры ребенку мне кажется это очень нормально единственное что смущает большая вот такая дырка снизу дверей то есть можно сюда было допилить либо целую балку либо пару половиночатых балок руль ходит вверх-вниз но он не поворачивается педжики не ожидаем в этой модели с крыши немножко сделал я просто залил балками в оригинале там тоже по желтой 3 на 7 или 3 на 5 что такое вот у меня не оказалось но сделал такую ровную крышу нравится задняя подвеска в оригинале там еще были стопоры стопор они не нужны их убрал и артикуляция есть честно нравится главное нравится ребенку что вот можно ну кто ребенок особо не дается в детали как настоящая подвеска должна функционировать здесь качающиеся мосты очень интересно отрабатывает зеркала заднего вида по бокам но они так гуляют такие маленькие ушки нравится такие выносные крылья здесь задние крылья бампера опять же повторюсь впечатление впечатление свое поменял и мне этот малыш начинает нравиться еще больше нравится моему сыну который попросил не разбирать его поэтому он у меня также стоит на полке ну что друзья какое мое заключение если вам где-то от 8 до 13 лет то этот набор вам подойдет вы будете рады с ним играть и катать то здесь никаких вопросов нет для продвинутых лего строителей он не представляет ничего интересного разве как только посмотреть реализации некоторых функций к слову хочу сказать что у меня на полке он начал смотреться достаточно пропорционально с другими моделями вот например у меня есть вот такой вот пожарный автомобильчик и вы видите что они практически одинаковые то есть у них то же самое сиденье тот же самый руль и вот они очень гармонируют кроме того еще один набор набор 22 года мотоцикл чоппер он также идеально сочетается по размерам по масштабам с джипом ранглером поэтому джип ранглер не будет гадким утемком на вашей полке но для меня он наверно еще постоит чуть-чуть там не так уж не такие уж критичные детали которые использованы продолжим с ним играть а если я увижу очень хорошее предложение на вторичке я наверное себе его обязательно куплю спасибо что посмотрели этот такой быстренький обзор мнения оставайтесь на канале пока пока